Игнатий Тихонович, вот здесь люди мне пишут сейчас, спрашивают ваше мнение, и вот мне написал один человек из партии, хотя я не знаю конечно этой партии, я с ними не знаком, но вот пишет Алексей Забурдаев, я в партии Кочергина Андрея Николаевича, Кочергин Андрей Николаевич это, ну я помню в интернете я видел у него ролики, еще и давно уже, он занимался боевыми единоборствами, а сейчас я часто вижу его, что он выступает, ну просвещает молодежь, там патриотическое, что-то и с православным связано, с православием, то есть хотя глубоко в это не вникал, но видно, что вот люди расположены к вам, и вот он или вот из их партии кто-то спрашивает, хотели бы узнать ваше мнение, Игнатий Тихонович, по поводу вот ареста с Хигумина Сергия, и вот с точки зрения спрашивает канона в православной церкви, действительно ли обвинение к отцу Сергию в нарушению канонов, и какие каноны, и вот спрашивает, и какие каноны регулярно нарушаются сами судьи, то есть в священном начале, вы бы могли бы прокомментировать как-то это, ну, что нужно будет, там под вопросы ставьте, дело в том, что он уже сейчас сидит арестованный, и мы должны быть очень осторожны в отношении его высказываний, при жизни его знали его, знали, молились, имели доступ к нему, повлияли на него, тут сразу вопрос за вопросом ставится, дело в том, что рукоположен был нарушение канонов, люди, которые имеют на себя этот грех, убийство, они никогда, ни при каких условиях, самой нужде не могут стать священниками, если крещеный был обливанием, и он уже не может стать священником, но при нужде может, но обливанием, а не мочением ладошки по голове, а то бедро раздет и вылили на него, здесь относительно его, я давал программу, уже отвечал на этот вопрос, он должен был хорошие отношения, меня за это сейчас уже гвоздать начинают, вы не знаете их, я знаю митрополит, который там, Екатеринбургский, Кирилл, с ним у него хорошие отношения были, он вдребезги все разнес сам, и поэтому, ну раз виновен, и все, вопросов никаких нет, и теперь проходит курс статой семинарии, там уже, а тамошня уже, вот сейчас бы мне сказали, вот, он сидит в одиночной камере, и мы ничего не можем на него повлиять, вы согласны, я сказал бы, согласен, вот я сегодня бы простился со всеми своими, своих кошек, собак, воробьев, голубей отдал бы другому заниматься здесь, и, ну, машина была, или как на чем поехать, там, поездом, но я с собой бы взял человека одного, который был бы у меня как перевозчик, где что плохо слышу, и прямо с ходу пришли надо мной, чтобы, можете все записывать, что у нас будет в камере, но не лезьте, пока я сам не попрошусь от него, я реально это все понимаю, я знаю, что такое камера, что такое отношения, как вести себя, все, с собой бы разрешение попросил взять Библию, а она не запрещенная книга, и церковный календарь, календарь, ну, и четкий взял бы с собой, да больше-то больше ничего не надо, так а выхода в интернет нет, ну, а там, если бы разрешили, я бы согласился, а нет, значит, нет, обговорили бы, что можно выходить, с чем, на его паству, а если бы сказали, к его сейчас, которая паства осталась, там, женщины одни поют, как сироты, мужчины, пошли бы, пошел, но со своим человеком, но там уже я все записывал, я с собой возьму аппаратуру, зарядное устройство, и чтобы они мне не мешали, положение можно даже сейчас еще выправить, а что именно, что власти больше всего не нравится, на самые спорные вопросы тут меня и поставить, я по отношению, раз меня спросили, я о себе и говорю, я не просто разглагольствовать хочу, а практически как помочь, а помочь, это я должен себя уже мысленно, воображением представить, что я буду там, кто-то бы мои слова передал властям, которые арестовали, увезли его там в Москву, где, или с этими людьми поработать, у меня было такое, я останавливаюсь на этом, приехала одна душа, они были тогда из ИПХ, истинно православные, православные христиане, подпольщики, они паспорта не брали, на государственной работе не работали, дети в школу не ходили, ну я с ней побеседовал, и она обратилась, у них центр был в Тамбове, там забеспокоились, куда тетя Тоня делась, она сказала, у меня тут нашелся человек, и я его избрала своим учителем, Антонина Георгиевна Бакланова, они присылают еще двух человек, мы с ними беседуем, и они обратились, мне вспоминается, когда Июя, Бог избрал поразить жрецов Баала, смотрят сверху, кто-то идет стремительно, это походка Июя, Июй, стремительная походка, стремительно, они тогда посылают оттуда еще 29 человек, и все до одного обратились, власти это, конечно, они за мной следили, все это узнали, их это очень сильно тронуло, ко мне приехал Биденко Александр Семенович, тогда он был майор, а вскоре он стал генерал-майором, в охране Путина, и мы, Игнатий Тихонович, тут уже обсудили Алтайское краевое КГБ, заслать вас туда, где там у Абазы, где там у Лыковы были, то другое, старобрядцы, чтобы вы там поработали, наши интересы совпали, нам важно, чтобы они стали церковными людьми, у них и священства не было, да, во властей важно было, что они признали эту власть, дети получили себе паспорта, дети пошли в школу, пусть они посмотрят, где еще такое было, а если было, пусть меня познакомят, но что я не поехал, не согласился, но это другой вопрос, и вот здесь эти люди-то остаются, с людьми этими надо работать, с ним уже все, но я знаю, как и с ним сейчас работать, мне важен этот разговор, что я говорю не просто, я скажу, отвечу на все ваши вопросы, мне нужно, чтобы было по-другому, а как именно, он очень ценный материал, им пользовались, и пользовались дурно, а сказали бы, а кто у него был, там, тот с гранатами, тот с автоматами, там, ну, разные, квачков, вы бы согласились с ними? Конечно, конечно, но только под запись, я везде условия ставлю одно, под запись, чтобы не могли ничего навешать, чего не было, и то же, что с тобой говорю, Библия, Слово Божие, календарь, щетки, насколько, насколько власть скажет, а может, ты оттуда не выйдешь, умрешь, я на это согласен, то есть, вам понятно, что я не играю в это? И вот сегодня, я уже мог бы достичь его вполне, если власти бы обо мне узнали, вот как сейчас этот генерал-полковник нашелся, под ходатайствовали, и дело могло бы решиться совсем по-другому, его надо было бы вызволить оттуда, при условии, что с этими людьми он не будет пока встречаться, все равно не встречается, я бы постарался его убедить, днем и ночью были вместе, молились, я бы показал все его ошибки, главная ошибка, что он принял сам, это главное, он не должен быть ни под каким видом, благодати на нем нет, а он незаконно, благодати нет, да как так, да он ходил, да изгонял бесов, я отвечаю, канон определенный, говорит, благодати нету, не может быть, этот человек, да как его руку положили, незаконно, ничего не действует, ну а дальше уже по счастям стал бы дробить все его действия, какие он делает, рассматривать конкретно со Словом Божиим, нигде нету изучения Слова Божия, нигде, ни разу не видел, нигде нет на благовестие, чтобы вышли, а без этого ничего и нету, проявления Духа Святого выявляются не в изгнании духов каких-то только, а наиболее в проповеди, Дух Святой придет, и что? И будете обречены силою, и будете мне проповедниками от края земли до края. Вот это обетование, Бог сказал, ждите, десять дней, вот эта монастырская погода была, десять дней монастырей были узаконены Богом, десять дней во всему миру, далее монастыри расходятся, далее птенцы разлетаются. Монастырь действительно был в замыслах, построим три кущи тебе, Моисея и Ильи, но они не просуществовали, может быть, одного часа, здесь, здесь идей, сидите и ждите обетованного Духа Святого, и будете мне свидетелем. Они этого не знали, не ждали. Строить храмы нужно было эти? Не нужно. Это моя практика, опыты, не надо, пускай плотно стоят один к другому. А надо было, все вопросы разрешают, что надо, не надо, конкретно. В вопросе о разных пандемиях, вирусах, у него рассуждения какие, я бы все сказал, что сходится. Не просто я говорю, а я бы взял минимум 85 роликов. Это интернет, их никто не убирает, значит, они под запретом, Ютуб их терпит, я бы только отослал к этому, ничего сам не стал бы говорить даже, чтобы меня-то самого, говорит, не отравили. Определенная щетка, а программу вы можете изобразить? Да. Я могу выразить ее на бумаге. Когда я просился послать меня к ИГИЛу, туда, в Сирию, тоже спрашивали, какая программа? Программу туда отпустите. Вас убьют, не дадут проповедовать, а я не буду. Только пошлите меня туда, где самое опасное место, где ракеты бьют с русских лайнеров. Туда. А что будете делать? Молитесь. А когда начальство вызовет, скажет, ну расскажите о Христе, я расскажу. У меня программа полная была на руках. Ну, благодарность пришла. Не каждый имеет такую благодарность. За патриотические чувства. Так, Министерство иностранных дел, кажется, ответило мне. Здесь точно так же. Вытянуть тюрьму, дать мою биографию, что я знаю, что я знаю, куда лезу. Я сидел не один раз. Что можно, брать нельзя. Нигде бы ничего не обманывал. С их разрешения выходил бы в эфир. Я не арестован. Может, разрешите дать знать другим. Нашептывать. Я не буду то, что вредно. Буду говорить то, что есть. Если скажут, ну а чтобы вы что говорите, нам надо дать. Я буду говорить. А вы будете записывать. Давайте я вам ничего не буду. Вы сами возьмете. Ставьте жучков по каждому углу. Мы в туалете. Как Хрущев говорил. Что они там в туалете могли услышать? И там, говорит, поставили жучка. Так и здесь. Конкретно ко мне вопросы. Какие вот сейчас? Давайте. Вы как бы с их стороны. Кто вам задает там за Бурдаев. Конкретно. Что непонятно. В какой стадии. Или что сейчас он должен делать. Что должны люди эти делать. Что должны делать те, которые против него. Что должны делать те, которые запечатали его туда. И власти им религиозные. Известно, кто это делал. На любой вопрос я буду отвечать. Согласно Слову Божию. Давайте. Ну, видите. Там есть обвинения против него мирские. А есть церковные. Вот с точки зрения церковных обвинений. Которые ему предъявили. Они законные. Именно церковные. Какие именно обвинения? По порядку. Там много было. Но обвинения в расколе. Обвинения его в расколе. В расколе. В расколе. Причем он перестал признавать патриарха. И давай проклинать. Категорически не согласен. Здесь отец Владимир Головина говорит абсолютно правильно. Я сошлюсь на него. Это мое мнение. Но сходится. Я на него ссылаюсь. Абсолютно правильно. Мне этого не должно было быть. Благословляйте. Но не проклинайте. Я говорю о том, что... Я не знаю. Я там не был. Но судя по тому, что в интернете выставляются. Он уже был бит. Этот их. Кирилл-то за это, что строить храм там. Что было. Там можно было разговаривать с ним. Не надо было ожесточать. А он никак не хотел этого. Никак. Его там кто-то писал. Очень сильное впечатление, что он считал то, что до этого даже не считал. Кто-то ему писал. Он запинается, смотрит по бумажке. По бумажке это Брежнев. Не зря Петр Первый запретил считать по бумажке. Считайте сами, чтобы дурь каждого была видна. Вот и весь ответ. Петр Первый хорошее изречение давал. У него самого что, сказать было нечего? Давай там на три дня власть дай. Я тут расправлюсь, кого надо. Отправлю в Биробиджан. Ну это глупости из глупости. А он-то в полном серьезе. А люди... Ой, наконец-то. Я сразу вспоминаю один рассказ. Какая мирная обстановка. Люди, которые с юга в автобусе едут заодно. Но, оказывается, едет офицер какой-то там. А ему на ногу наступил один из Средней Азии. Мужик терпел, терпел. Говорит, тебе что, вместо ногам нету что ли? У тебя? Он не знает, что сказать. Он разворачивается. Бац! Стал его. Он только тот мужик-то не ожидал такой. Ну он не видит в ногах-то. Наступил, не наступил. Как мужик сидел рядом спокойно. Соскочил, давай пинать. Его, говорит, что наконец-то началось. Он ждал, на срыве уже был. Ну когда же порядок будет в стране? Он подумал, что все. Теперь мы им подворачиваем голову. Вот это рассказ. Но оно на взводе вот так есть. Вовремя надо тушить. А вы на площадь пошли, которая сейчас там за него митингует? Пошел. У нас в Алтайском крае, город Барнолу, центральный город. И площадь одна там перед дворцом спорта. А рядом с той стороны краевая администрация. Ну да, краевая администрация. Ну все такое там. А там народу. Там трибуна. Вот я здесь перед микрофоном. Меня увидели. И оттуда милиция все это. Прямо войска стянули сюда. Уже готовились громить коммунистов. И переворачивать власть. Они прям сходу бегут ко мне. У меня под руки. Я говорю, еще надо там. Схватили, давай на трибуну. Еще никто не говорил. Вас увидели там демократы. Сказали, давайте его сюда. Вот я там стою перед микрофоном. А у меня с собой Новый Завет. Я выставил его. Вот этот снимок такой. Волобуев Александр Павлович потерялся который. И все. И те, которые были против. Накал весь был сбитый. Так мне сколько потом благодарили. Там коммунисты прятались. Говорят, не знаю куда. Ну, настроены на это. Там ищи потом, как в Карабах, когда брали там. Какой армянин, режь. Кто азербайджанец, убивай. Я сказал, отдайте им, как христиане. И все закончилось. А день не прошел, они отдали. А вы как знали? Ничего я не знал. Как узнали? Ну, это именно так и отдали. Те области-то отдали. Нового президента в Армении избрали. Это вы вроде их травите. Вас судить надо за это. Вы сами не испытали. Испытал не раз. Испытал. Григорь, только я не был, как Валан говорит. И все. А дальше уже выступают спокойно. Обстановки дали слово тем, которые за демократией были. А еще они ночью выставили по большой крам башенный-то. И там трехколорный флаг вывесили. Оттуда не доберешься никак. Это смелый человек. Горизонтальная стрела там идет, я не знаю, метров 7 больше. Да больше. И там на конце прикрепили флаг. Я сказал, а зачем им это все трогать? Да ну пускай будет. Это не чужое наше. Я не подыгрывал никому. Я сказал, достойное. И если что-то будет, они заслужили. Что они сделали? Но как христианин, я говорю, этого делать нельзя. Мы люди мирные. Мы должны не запасной, где-то бронепоезд стоит, сказать, у нас запасной путь Господу в молитве. Я из практики говорю. Слово какую силу имеет? Оно имеет силу воплощаться, как говорил Григорий Низкий. Вот здесь. Сегодня давайте, а как они там правильно, неправильно. Они должны были что-то делать из-под контроля. Ситуация выходит. Смотрят, сколько людей делается больше. Прибывает за последнее время еще 700 человек прибавилось там, говорит. Ну власти-то она для того и власть, чтобы смотреть за этим. Он не нашел ни на какие переговоры, ничего где-то. А этого могло бы не быть, если бы он ушел, и сразу ничего не было, и сказал, покорите. Что думать? Патриарх безблагодатный. Если он безблагодатный, то я... Если, как это сказал Саул, ему дети-то говорили, когда Самуил-то не принес жертву за них, он не настоящий пророк. Если он не настоящий, то я не настоящий царь, он меня помазал. И так и здесь. То есть они пропустили много моментов, когда можно было повернуть назад и прислушаться, что патриархийные говорили. Да, говорили там не так, там было без епископа, допустим. А он, химонах, должно быть не меньше трех епископов было. Но это такие, в частности, которые никакой роли уже не играли. Но это нарушение канонов. Извергать его Иссана не надо было даже. Он не действительный, запретите, ну и все ошибка. Викентий будто бы принес покаяние или что, который руку полагал ему. Ну, к этому вернулось все. Мы должны сегодня разговаривать о сегодняшнем дне. Сделали они там правильно, назад они не пойдут. И незаконное решение патриархии, там, о снятии Иссана, все должно принять, как есть. И возблагодарить Бога, попросить прощения даже сейчас у патриарха, у всех. Да, я на сан не претендую, я пришел умирать сюда и хочу быть раскрепощенным. Снимите с меня все это, я был неразумный здесь. Но он не пойдет на это. У него выход, или он идет в сотрудничество с властями, или они его изломают. Ему уже никогда не выйдет. А такой он не нужен, как этого шамана шел там, Александр-то, неизвестно где запрятали. И так и здесь. Некоторые его действия сильно подходят под статьи. Сильно даже. Что они там говорили детей к самоубийству, это все глупость иисусветная. И там кого-то что-то отняли, при множестве людей всегда можно что-то найти. Никакой там и вины его нету. Вина его в том, что он, я не знаю, что он там наедине говорил, беру только то, что наружу было. Он не прав был, что не сложил сам. Это первое. Второе. У нас там был Игнатов Сергей Егорович, и его даже не допустили. Он к отцу Михаилу иди. То есть они там его держали, спрятали. А что, дверь выломали, сейф вытащили, оторвали все. Это власть. Это шестеренки, как говорит Солженицын Александр Исаевич. Ты только как-то так, более-менее, чтобы тебя выбросило, совсем не изорвало, не изживало. Я опираюсь на свой опыт. У меня хорошие отношения были, когда я сидел в КГБ. Они за меня заступались. Но они же и посадили. Что-то указание было. Ну и который меня курировал при первом аресте в 80-м году. Это 86-й. Нихулин Юрий Михайлович. Тогда он был подполковник. Я не знаю, стал он полковником, нет? И вот как раз он пришел и говорит, кого вы арестовали, что вы делаете, что он сделал. Они, говорит, ничего не могли мне ответить. А когда я вернулся, он приехал и говорит, Игнать Тихонович, согласитесь, что дураков и у нас у вас хватает. Я говорю, мне это не во вред, Юрий Михайлович. Я там делом занимался. Я проповедовал о Христе, куда запретно попадать. А у меня начальник тюрьмы, Соломин Александр Семенович, он меня вызывал. Мы беседовали неоднократно. Созванивался с ним все праздники. Жена и говорит, умер по-христиански, исповедовался и все. У меня сохранились такие связи с КГБ. Вот представьте, сидит человек, где на воле, если его посадили серьезно, кто, чтобы из КГБ заступались и приняли решение меня освободить? И на своей машине привезти домой из тюрьмы? А я в это время написал, отказываюсь от освобождения, мне нужно выйти в суд. Да ладно, да зачем тебе это? Тут мразь такая, там тысячи людей вас услышат. А златоуста ты хоть мешками распространяй. Это Бог делает так, когда и врагов примеряет с ним, когда путь угоден Господу. Вот, и поэтому я считаю, что меня списывать рано с теми Лемешева. Пусть кто-то где-то добьется, пусть выйдет там, где он сидит, или в Портово, или где, я не знаю, где он там. И на кого-то выйти и сказать, вы хотите, чтобы повлияли на него? Мне так кажется, что Господь бы открыл дверь. Конечно, вы бы все молились, я бы там молился, его надо сохранить, он нужен, нужен как закваска. Он идет на обум, ну есть такие бультерьеры, они на человека кидаются, сыплется, уже не оторвешь. Вот он примерно в этом, но он еще в руках КГБ не бывал, он не знает, что там делается. А вы могли бы расположить к нему, не знаю, к себе да, к себе, а к нему, ну, умягчил бы, сколько возможно. Работая с ним, научить его молчать, чтобы дали ему понять, что отсюда он никогда не выйдет. Игнать Тихонович, ну вам не кажется, что его окружение специально кто-то толкал его вот к этому, к чему привело это? А я и говорил об этом, им пользовались, в эти слова я вложил это. Они подталкивали, одни знали, что возьмут, а другие думали, нет, как нет, это же власть. Церковная власть говорит, мы что могли, сделали, он не слушается. И поэтому повороток туда не будет, церковный не попятится, эти нет, его надо сохранить. А сохранить, это значит, он должен менять очень многое в себе. Ну а сказали бы, а вы его на порухе взяли бы, взять его нельзя, у него Библия не является источником жизни. Никак, никак. Ну а мог бы он на вас поднять руку, судя по прошлой жизни, вполне. Поэтому быть в одной камере было бы даже опасно. Я на это иду. А однажды проливший кровь, говорит, для него ничего не стоит убить и другого, как Соломон и Серахова говорят. Вор в прошлом, убийца всегда в настоящем времени. Павел говорит, я гнал, я гнал, я недостойный называется. Я реально это все рассматриваю. Я уже сижу там, дверь хлопнула, и я там нахожусь. Ну, конечно, все с властями, все по полному согласию. И чтобы они смотрели и слушали, наблюдали. Игнат Тихонович, а если бы вы сейчас встретились с епископом, который у них был, Кириллом, вы бы что ему сказали? Я бы ему сказал об этом, сколько имеете возможности, позаботьтесь, чтобы бывшему игумену Сергию сохранили жизнь. На больше рассчитывать нельзя. Когда я здесь, в тюрьме-то я сотрудничал после освобождения, когда из тюрьмы-то я вышел, реабилитирован, политзаключенный, у меня все в порядке. Ну, и дальше я пошел тут сотрудничать. А это 3700 сидельцев. Я с ними беседую, иду по камерам. Тут, конечно, разговоры были очень серьезные. Я не просто так, а был как следователь. Вот дают мне дела, скажут, это невозможно давать. Дают мне дела, слушай, внимательно. Может, это прокурор края, краевой судья, не знаю, кто там. И я по делам этим листаю, смотрю, этот не подойдет, слабая статья, наконец-то нахожу убийство. Убийство, и пять человек арестовано по этому. Так, это я беру. И ко мне в кабинет, а я сижу, их дело передо мной, их приводят ко мне по одному. Я когда говорю, никто это не верит. А у вас какое образование? Никакого. Да как, как? И как это? Я не знаю как. Бог. Бог это все делает. Из них до суда трое вышли на свободу. До суда. А с этим я работаю. Особенно интересно было. А он какой-то при... Дали отпуск или как? Сбежал из армии-то. Ну, ему надо было какой-то магнитофон особый. Кто-то сказал, да, я знаю. А я почему знаю? У нас в Потеряевке один поселился потом. Так вот, его пистолет, а он у отца взял, он дал убийце. А раз он дал, значит, и его за хобот. Ну, и дальше мы уже беседуем. Я с этим-то работаю, который потеряю, и с этими. Я там переспросил, как он дал, что, знал или ничего, не знал. Я говорю, еще раз допросите. А этому характеристику можете дать, который потеряет? Кто пистолет дал? Могу. Никакой. Никакой. И у него вера такая, может быть, порошинка одна, меньше, чем глаз у блохи. Но сегодня он уже рассматривает себя по-другому, как он говорит. Я это и это со всех сторон. Так мог бы говорить, да. Я бы сказал одно только. И когда там попался этот, еще один был священник, Владимир Суртаев, я хожу, переношу даже какие-то передачи там такие ему, там Евангелие, простое все. Власть рядом, со мной же я не один хожу, а ходит, это дубаки называют, вертухаи. Все официально где-то. Я работаю с ним. Иду, а посадили епископа. Епископ был тогда здесь, Антоний. И у него был Аносов, кажется, главный банкир. Ну, как по финансовым делам где-то. И еще кто-то, молодой священник, кажется, 30 с чем-то лет было, Капранов Дмитрий. Это отец у него здесь, надо, он, как сказать, не благощинный, а главный с церковью в Никольском соборе Капранов. Отец его, Михаил, он сидел в свое время, в Огурцовскую группу входил. Они учились на танках ездить и душить коммунистов давить. То есть серьезная статья Огурцова, группа Огурцова была. Он отсидел и все. И вот здесь я теперь с ним работаю. Я знаю, о чем говорит отец Михаил. Я иду туда и говорю, Владимир, вот так-то он от всего отказывается. А ему как-то где-то в Квитманово был. Там купили, что надо, а он дом куда-то на жену перевел. И там какой-то маркетанцем занимался. Скотину колоть, перепродавать. И будто бы там еще что-то было, он все присвоил себе. Я с ним встретился в тюрьме. Побеседовали. Я сразу пошел к Антонию. Масендич, фамилия его, первый епископ Алтайской епархии. Только ее отделили от Новосибирска. И что интересно, я прошу вас, снимите обвинение с него. Он много уже понял. Владимир Суртаев. Не надо. А они уперлись. Я говорю, я еще раз прошу, уберите все обвинения. Что можно, он уже заплатил. Он же не претендует ни на машину, ни на дом, ничего. Он сидит. Шесть лет ему сроку. Заберите, пока суда не было. Они не взяли. Что интересно. Который завернул финансово, его шофер убивает. Тот, который там был в Заринске, кажется, Дмитрий. Сколько там, 32 года, может быть, было, ему умирает внезапно. Отец Михаил умирает внезапно. И все, полный разгром. Я вам говорил, отойдите от него, отойдите. Я, конечно, молился, но ни смерти не просил, ничего. Я иду в прокурору края, там все это. И ему дают, я не знаю, год или полтора, совсем мало. И он выходит и начинает к нам ходить здесь, где мы в этом городе. Я говорю, ну а теперь, отец Владимир, скажи, ты говорил своим прихожанам, знакомым, чтобы к нам не ходили? Что мы Божью Матерь не признаем? Да. А зачем? А чтоб к вам не ходили? Да говорил, что мы иконы не имеем. Да. А зачем? Чтоб к вам не ходили. Ну это неправда. Ну и что? Ну понимаешь, ну какие они после этого-то? Он знает. Одна говорит, епископ поговорили нету. А он приезжает. Так что приезжают? Они его палками бьют, пока не прогонят. Ну такую галиматью несут. Вот теперь он стал ходить на занятия. И сестра его все время ходила на занятия. Как только он освободился, она перестала ходить и он. Но он организовал какую-то, я не знаю, сам на нем остался или нет. Фирму образовал. Красный Дракон называется. Фирма Красный Дракон. А что делает? А разные решетки, ну и на граду на все кует. Кованое железо где-то. Вот такое, брат, дело. Надо узнать причину и предупредить Кирилла. Уберите руки от него. Снимите все обвинения. Он уже сидит. Ничего ваше он не взял. Люди не ваши. Перешли, они теперь свободные. Занимайтесь. Он вам показал пример, как надо жить. Как надо любить народ. Он показал, его любили люди по-настоящему. Я это все бы ему показал. Как он с детьми обращался. Да, он не знал, он не видел. Перехватывал через край. Но его народ любит, а вас нет. Вот это я мог бы сказать. Владыка, я за вас полностью. И на той стороне, когда был, я сказал, немедленно нужно снять все эти ограды. И тут Путин сказал, референдум, а референдум весь не против. Строите в другом месте, а здесь нам гулять негде. И все это спилили в один день, убрали бетонные столбы, все убрали. А почему? Царь дал указ. И воины двинулись в путь. Он битый уже, этот митрополит. И с ним разговаривать намного легче теперь. Главное, окалина с него снята. Я только об этом мог бы говорить. А правильно, неправильно, не надо решать мне. Я сказал бы, милосердие произносится над судом. Милость Божия. Так и вы сделайте это. Вы сами знаете за собой многое. Ходотайствуйся за него. А с него бы взять слово, чтобы он туда больше не ходил. А если разрешить это в уголке, людей не принимать, ни о чем не говорить. И все. Выйти перед народом и сказать, я не прав, где был. А что было правда, пусть Бог разберется, и вы это держите. Но церкви надо подчиниться. Если она недействительна, то и ты был недействительной никакой. И все священники, которые рядом, они не были никто, безблагодатные. Дальше-то вы рассуждайте. Вот это я бы ему и сказал. У меня на всех готова программа. Что именно? А согласились бы в епархии где-то быть? А зачем? Зачем? Ему сказали, с ними обвинение и все. Их не исправишь, они князья. А самые порченные, это архиепископы, епископы, митрополиты и патриарх. Это самая большая порча. Всегда было. Кто организовал у кардинала все эти крестовые походы? Кто гнал старобрядцев? По указке свыше войска двинули и в тайгу искали везде. Они так, что пусть сидят спокойно. Им нужно самим каяться перед старобрядцами. Сколько гонений. Зарубежная церковь. Вот считаешь, кристовым православие. Считал там ответ старобрядцев-то? Вот и все. Все. Не потому ли нас постигли такие мухи, что мы вас гнали когда-то, а наши предки гнали вас? Они пошли абсолютно правильным путем в зарубежная церковь. А патриархия ни с места не сдвинулась. В патриархии покаяния нет. Перед евреями, перед евреями виновны были немцы. Большие репарации выплатили. Виновен там где-то Павел, это сказать, папы приветствовали режим фашистов. Принесли покаяние. Патриархия нигде и никак. А раз она без покаяния, значит она нежизненная. Где нет покаяния, места Христу нет. Покаяние, это значит обратиться, повернуться, выбросить из себя все и замести. А этого не было, они так и догнивают. Пятый отдел КГБ, как называл Глеб Якунин. Вот и все. И надо установить хорошее отношение со всеми митрополитами. Мы отдельно молимся за митрополита Тихона Шевкунова. Я его в глаза не видел. Но батюшка, говорит, встречался. Мы каждый день молимся за папу Венедикта и Франциска. Вы слышите это в наших молитвах? Почему? Нам нужен мир. А война будет, дым один пойдет. Да, мы молимся, а как уж Бог примет. Вот весь соответствующий. Вот если бы я пошел и встретился с митрополитом Кириллом, и по скайпу его бы вывел на вас, прям вот так вот, вы бы пообщались с ним? А с удовольствием. Я не оскорблять не буду ничего. Я бы умильно стал глаголовать, владыка, дорогой, ради Бога, помню, что ты тоже смертный, снимите все обвинения. И что тебе там нужно сказать? Как же он не признает, а вот проклинал. Да незаслуженное проклятие, как воробей спорхнет и улетит. И пойдет на волосатой теме закоснелого в беззаконии. Я ему местописание буду показывать. Ну не надо, как маленькие ребятишки где-то. Он страдает, а ты на мягкой постели лежишь. Он мучается. Он переживает. Вы не имеете права его судить, он уже исповедник. Вы понимаете? Он может ходатайствовать даже за падших. Такое право исповеднику дается вот мне, которые во время гонений не выдержали гонения, там идолам жертву принесли. А из-за них никто не может ходатайствовать, только исповедники. Мученики не могут ходатайствовать, потому что они умерли. Единственное, кому дано это исповеднику, я скажу, вы там не были. Это так и так. Он не выдержал. Ему ломали пальцы. Ему все жгли. От него тело отваливалось. Как Варвара, Екатерина, великомученица. Вот это, если бы он вышел, я бы сказал и умолял бы. И владыку пригласил бы в гости на лето у нас отдохнуть. Прекрасное место. И дальше бы мы обсудили, как воспользоваться талантом, смелостью этого бывшего Сергия Романова Николая. То есть у меня четкая программа на каждого человека. Ему больше ничего и не надо. А кому самое легкое? Легкое, где было покаяние принесено. А где нет покаяния, это самое трудное. Он должен теперь защищать, помнить, как было и как солгал. И как-то это оправдать надо. То есть яма глубокая. А у этого меньше всего у Сергея. Он открыто все говорил. Это Романов-то. Он ничего не скрывал. У него самая лучшая обстановка. Ункается надо только, но ни от чего не отрекается. Да, было, да, записывали. Да, я против. Да. А я бы согласен побеседовать с Тимом. Викенти тут ни при чем. Вот Кирилл, который сейчас, ну, может, говорят, его убрали, что ли, заменили уже. Его заменили, он у нас теперь в Казани. А теперь у вас он уже ничего не может сделать. Ну, у него это зачем? У него там какие-то, он же, связи-то у него есть. Может быть, может быть. Пускай по скайпу выходит на меня. По скайпу. Ну, я попробую прийти и к нему навстречу. И с собой возьму скайп. С собой возьму. Да. И скажите, что дело, еще можно как-то подправить что-то. Ну, и дай мою краткую биографию. Где я был? Я знаю, где он есть. И какие были у нас неурядицы с епископом. И, однако, все по-хорошему. Первый епископ у меня дома обедал, приходил. Дома. Второй епископ, который был против все время, но перед отправкой, его Алексей II так шуганул, что он, говорят, мне, так, он приехал с большой свитой, потеряевки, служил, мы гуляли. И как будто бы никогда ничего не было. Ну, Дмитриев, это, Максим Дмитриев был. Может быть, кто-то посмотрит наше сейчас видео вот это и походотайствует, найдет какие-то связи, каналы. Если скажут, что власти ничего с ним не могут сделать, кто-то ходотайствует должен, чтобы не трогали. И вывели его на меня. В крайнем случае, если я уже никак не могу, даже в Москве, пусть в Лефартово дадут, и рядом кто-то, и по скайпу на меня выведут. И не увидят тогда, дайте мне хотя бы одну неделю. Это же можно сделать-то. Принести ему приборы, все там туда, кто у него там помощник был, чтобы рядом был, помогал ему разбираться. Утешьте его там. Иначе у него разрыв сердца будет, он не выдержит, и тогда будут, а мертвые его канонизировать будут. Его соратники. Они, он мертвый, более опасен, чем живой. Сотни раз. Скажут, он не боялся, пошел, а мы чего? Так что, тут кровью пахнет. Сейчас пускай выходят на меня. Им я займусь. И перед архиереем, если он придет, я с радостью его приму. Скажите ему, скажи, хочешь обо мне узнать, пускай он свяжется с митрополитом Сергием. Пусть он ему расскажет или пришлет характеристику мою. Да, да. Ты пойдешь вооруженный, тем более ты о ненародной линии уже давал характеристику. С такой характеристикой я могу пройти к президенту. Да. Дело очень важное сегодня. Здесь, возможно, перелом. С этого момента может быть вообще все в другую сторону пойти. Не судить, не ругать Сергею уже не надо. Он сидит. Он вне нашего суда человеческого. Он уже предстал почти перед Богом полностью. Надо быть очень осторожным. А я бы стал с ним беседовать, потому что я знаю эту обстановку и запахи передо мной те. Вот простой пример. Дайте ему там компьютер хороший, чтобы кто-то был на меня вывести. И я буду каждый день и уроки ему давать, беседовать. А от скуки-то он, может быть, и примет кое-что. Я знаю, сейчас на меня нападут, пиарится старик, то другое там. Я этих слов не хочу и слышать. У меня ничего нет. Но у меня есть то, чего, я говорю, у вас нет. У меня есть любовь, а у вас нет. Потому что вы ненавистники, и его бьете уже лежащего. А у меня настрой молитвы уже сразу меняется. Он там. Окружи его милости твоей, Господи. Не дай ему умереть. Потому что в заблуждение он вел очень многих людей. В этот настрой, как называют раскол, я не буду это слово повторять. Раскол делает те, у кого топор в руках, а не щурка. Ну все, Игорь Тихонович, спаси Христос. Слава Иисусу Христу.